друзья просто хотел поделиться с вами радостью радостью взора вот я когда смотрю на эти грибочки ну я не знаю может быть не все у нас тут грибники но это лисички света где ты взяла лисички скажи пожалуйста магазине костка так ну в косткой это что быть дешевле чем где-нибудь в специализированном чем-то в общем да так а тут у нас друзья сковородочка и что это будет цвет скажи вот и режешь жареные грибы с картошкой да ты что за картошкой друзья органической меня отправляют в магазин сегодня суббота как бы время есть заниматься ну как бы сказать удовольствие от жизни получать так скажем значит я еду за органической картошкой а света продолжает нарезать ну насколько я не умею готовить по рецептам то это будет мой собственный рецепт когда я заправлю это вот эти грибы я заправлю это самое я сделаю такую заправку вот из вот тех вот орехов которые там лежат вот эти орехи вот эти орехи ты их отмачиваешь что ли отмачиваешь орехи итак друзья мы смотрим на картошечку вообще вот это то что нам нужно вот это называется она organic red potatoes это то что мне света сказала взять вот вы видите ценники значит за 5 фунтов 5 долларов за а а здесь вот тоже она органическая но беленькая такая картошечка значит на 3 доллара вот такая картошечка тоже 5 долларов за 5 фунтов и органическая за 3 доллара вот мы берем то зачем нас послали мы берем пакетик вот этого ну вот друзья все грибочки нарезаны лежат они в сковородке у которой толстое дно и что я сейчас буду делать я их поставлю на огонь без воды и накрою крышкой чтобы выпарить из них воду а на этой воде которая из них вытечет я буду делать соус ну когда они ужмутся и уварятся мы посмотрим что получилось мне пришлось переложить грибы из сковородки в кастрюльку потому что их оказалось слишком много и будет неудобно очень мешать вот они уже стоят на огне вот там огонь сейчас я закрою крышечкой и они будут томиться и пускать свой сок и так вот вы видите что грибов стало уже значительно меньше а воды стало уже значительно больше томятся они в кастрюле просто без всякого масла без соли без ничего с толстым дном чтобы не горело и вот в таком вот режиме немножко и помешивая чтобы пошла первая вода а дальше уже можно накрыть крышкой они сами выпустят всю воду можно из рыбка только помешать это все будет окей ну вот грибов стало уже совсем мало вообще не знаю что у нас тут останется чтобы их есть а жидкости которая из них натекла стало совсем много но она мне пригодится потому что мне придется то есть не придется я хочу ее использовать в грибной соус грибочки наши уварились я сняла с них пенку может где-то чуть-чуть остались следы пенки она уже не снимается так хорошо а вот но я считаю что пенку все-таки нужно снять потому что это нехорошо или есть вот пеночку сняли сейчас я их выключу они немножко под стать постоят потом я поджарю лучок и поджаренный лук мы кинем вот эти вот грибочки которые уже больше не будут уменьшаться в размере так что вот это вот будет наша порция мы сегодня идем в гости и понесем это собой ну вот эти две луковицы я сейчас собираюсь порезать и покрошить на сковородочку и поджарить их с маслом а потом какое масло я отдельно покажу слуш мы видим как светлана режет лучок да я люблю чтобы лука жареного многое тело усу придает и он сладость дает такую которую не хватает в жизни просто как-то готовишь лук это очень важный компонент а сейчас мы еще с ними масло на котором все это делать так а масло важно вот именно что оно какое ну я все жареное томатый дело то что масло это чем интересно что у него высокая температура кипения и она не пригорает вот в этом его смысл ждем вот оно это масло я его специально положил горизонтально чтобы этикеточку показать цвет ну скажи значит это вот появилась масло опять же на спуск а то появился потом она вдруг исчезла но я запаслась им потому что это органическое масло это смесь подсолнечного и кокосового делал что кокосовое масло у него очень низкая температура кипения но она дает такой небольшой флэйвер еде говорят что кокосовое масло какой-то не очень полезно она очень полезно почему на нем жарить очень хорошо я даже люблю например вот я одно время делала котлеты на этом мясе мне очень нравится на этом масле да мне очень нравится сам привкус а вот миша для не нравится а вот здесь вот в этой смеси никакого привкуса нет абсолютно но в турне без запаха без ничего и не я не пригораю вот уже лучок на сковородке осталось ему только поджарится посмотрим что с этого получится вот такой вопрос то что лучок органический или там не органический это как-то вот сказывается при готовке это скажите то что я лично замечаю что органические намного вкуснее а вот это масло как это все каранда дальше жарится потому что он нужно именно не пригорать процесс поджарился это проезд пригорания маска вот на кончик а вот пошло 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 шкварчи но подождем сейчас света перекладывает из кастрюльки в мисочку такой ложкой с дырочками да ну да чтобы отделить соус мне же нужно покажи ложку вот сейчас вот она дырявая ложка советская еще да ты что да при коммунистах делали да 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 у меня есть такой набор из трех там три предмета ложка вилкой и дырявая а что же ты света не пользуешься американским хваленым знаешь что вот эта ложка она очень удобно вам очень удобной формы и она очень удобно и мало места занимает то что здесь обычно ложки петухов как пахнут грибы возвращаемся в бабье лето миша бабье лето хотя у нас стоит полная жара с еще и осенью началась а вот запах вот а вот это вот жидкость я использую для того чтобы соус соус но не связано с тем что мы сейчас будем грибочки с картошкой нет соус это отдельно я потом его налью те когда я его налью безо вы видите друзья лучок а уже минут пять прошло да вот он жарится но он не зажаривается именно диналатистом цвета я не понимаю что будет он будет в итоге желатый ну да да потому что больше времени понадобится почему он желатый потому что если еще раз говорю масло не пригорает из-за этого ну конечно то есть ты хочешь сказать что золотистый цвет лучка это просто цвет пригоревшего масла ну это это в микронных каких-то дозах да вот кончики обгорают вот смотри вот те кусочки они чуть-чуть желтеют да это то где масло у нас поджарился лучок он не такой зажаренный как обычно бывает на обычном масле но все-таки он поджарился и он почти готов теперь возьмем и сюда брусин на штуки я хочу обратить внимание что я до сих пор не положила ни соли и ничего не каких-то приправок сюда и так грубо так прямо выбрали на башу сказать вывалила но будет давать искать Света немножко стесняется, потому что никакой дозировки у нее нет. Она так просто посыпала и посыпала все из детейского опыта. Слушай, ты так посыпала приправку, то я рядом стою и чувствую приправку. Приправку вкусно. Там 21 компонент. Это очень хорошая приправка. Я вкусно вот костка, вроде бы тоже там очень много. Я не могу сказать, что он как бы хорошо. Наша факт тоже органическая, нету соли и многие тоже приправки. Тоже 21 органик. Давай ее тоже посыпем. Давай. А что нам приправок зал что-ли? Давай. Ты зря с ней откручиваешь. Ну и она у меня закрутится. Ага. Ага. Вот. Но вот она не так хорошо пахнет. Ага. Пусть не говорят, что приправку позволяли. Правда? Конечно. А, тоже пахнет, да? Она безусловно пахнет. По-другому она. По-другому, да. Ну вот наконец-то у нас грибы поджарились, хотя не пережарились. То есть они в нормальном состоянии, хорошем. И мы можем их пока оставить и приступить к приготовлению соуса. Да. Вы видите картошечку. Ой, картошечку. Грибочки с лучком, со специями, снятыми с огня. Тут они так немножко приходят в себя. А мы переключаемся на изготовление соуса. То, в чем варились грибы, сливается... Сетик, кувшин такой. Это не кувшин, это... Миксер будет. Это очень мощный фуд-процессор, который... Это очень мощный фуд-процессор. Вот этот что ли? Да, витамикс. На него сейчас поставят витамикс. Вот он. Мощная такая фиговина. Так. К сожалению, мы будем делать все по вкусу. Поэтому сколько что будем добавлять, не могу сказать. Да, все по вкусу. В общем. Так. Это, друзья, ойстер соус. Давайте я просто покажу. Панда. Да? Панда бренд. Ойстер это... Оно просто называется как... Как будто бы... Ну, устричный. А на самом деле он таматный. На самом деле он очень вкусно со всеми грибами идет. А откуда я это узнала? Да. Да. А как-то мы были в китайском магазине и они давали пробовать. Они жарили такие китайские грибочки, которые вообще вкуса никакого не имеют. Да. И это самое. Добавляем туда вот этот ойстер соус. Ага. И появлялся вкус? Появлялся какой-то вкус, да. Очень хороший. Ну, давай мы просто будем посмотрим по вкусу. Масса находок раскрывается с Лепланой. Кроме конкретных пропорций. Конкретных, да. Потому что надо смотреть. Ну, нет и нет. Все так. Хорошо. Надо смотреть. На. Соли мало. Давай. Соли. А. Этот соус очень соленый, поэтому с ним надо очень аккуратно. Я понял. То есть ты, когда кладешь этот соус, ты потом соли не добавляешь. Ну, или добавляю, но надо с учетом, потому что мы очень соленые. Понял, понял. Ну да. В соевом соусе тоже очень много соли. Ужасно соленая. Так, да. Помешали. Это я просто хочу по вкусу попробовать, сколько соли нужно. И не более того. То есть вот, я понял. Света сейчас берет палочку, которая мешает, облизывает. Ну, уже лучше. Говорит, нормально соли. Так. Покажи палочку. Горчицу возьмем. Покажи. Это просто горчица. Горчица. Ну, это не просто горчица. Она такая замысловатая горчица. Замысловатая. Олдстайна, написано. Она такая вот там с какими-то штучками. Хорошая горчица. Хорошая. И чем ты ее будешь сюда? Ложечкой. Ложечкой чайной. Так, очень, очень трогательно. Чайная ложечка. Горчица. Она не острая, она такая хорошая горчица. Две чайных ложечки ты положила? Я положила, но я не знаю, как получится. Ну, ты сейчас попробуешь, наверное, да? Нет, я сейчас уже пробовать еще не буду. Теперь что? Орехи вот эти, которые у нас отмокали. Но там воды много. Да, я сейчас соли воду, уже она не нужна. Так. Так. Воду слили. Окей. Окей. Просто насыпем сейчас орешки туда. Насыпем туда орешки. Так. Орешки, что они сделают? Да. Это орешки вместо любого вида молока или чего-то. То есть я уже в последнее время никогда не добавляю ни сливки, ни сметаны, ничего. Я все делаю с орехами, потому что они дают вот такой вот густой, такой именно молочность, именно густой, чтобы это было похоже на соус. Я хочу сказать, что мы со Светланой делали даже молоко из таких орешков. Алмонд. Так вот здесь алмонд и грецкие орехи. Грецкие. Грецкие немножко пожирнее, алмонд немножко более скромные. Так. Накрыли. Накрыли. Так. И долго? Нет. Я попробую, что получилось. Нет, они еще орехи не заморозят. Но это видно по цвету. Там еще вкусят орехи. У них однородные. Да. Похоже, что оно. Так. Вот так это с виду выглядит, прям как молочко такое. Мне кажется, что по вкусу немножко можно майонеза добавить. Но тогда можно, чтобы оно было в сутки соус немножко более жирное. Руки мокрые проскальзывают, да? Да. Просто ты закрутил. А, я сильно закручиваю, да. А ты слабенько закручиваешь. А я слабенько закручиваю. С майонезом ничего не становится, поэтому. Давай подумай. Чайную ложечку. Ну, парочку. Все-таки это же соус, он должен быть жирненький. Я сейчас представляю, люди смотрят, некоторые скажут, боже, майонез, отрава. Майонез, отрава, все остальное хорошее. Так. Так что все ничего. Давай мы его еще поблендаем немножко. Да. Да. С майонезом уже. Ага. Так. Ну, давай. Вон видно, что бельцой, так он не мгновенно размахнет, как сказать. Лиже сюда. Ну да. Он уже стал соусом. Застевает как-то. Ну, он не застевает, он просто густой. Ну, ты хочешь попробовать быть дегустатором? Да. Я хочу быть дегустатором. Так, маленькую, чуть-чуть. Видишь, он уже густой, он уже похож на соус. Вот он похож на соус. Друзья, вы видите блендер, а я пробую. Ммммм, одобряю. Да. Да, сейчас здесь. Одобряю. Ну вот, к этим грибам готовится картошка. Я люблю картошка в мундирах, потому что не хочу я отдельно Жарить картошку Это очень много масла Мы уже такую жареную давно не ели А мы обычно немножко отвариваем картошку А потом ее поджариваем Она была довольно крупная Я ее порезала на половинки Я думаю, что это мне поможет Потом легко счистить шкурку с нее И мы ее нарежем кубиками Или соломкой И заправим нашими грибочками соусом И это уже мы будем делать в гостях То есть, наверное, мы увидим уже продолжение Этого сюжета уже не на нашей кухне Вот, друзья, вы видите картошечку Которую я купил в магазине Мы ее отварили прямо Что называется в мундирах Я правильно говорю с этого? Да Мы пришли с ней в гости И уже продолжается процесс Создания грибочков с картошкой в гостях Ну да Вот, поэтому мы Ты что, нарезаешь ее просто? Я ее просто нарезаю, да Ну не чистишь так особо Ты что, чистить, замотаешься Замотаешься Так Куда мы это все? Вот Сковородочка с маслицем Маслица какое? Обычная? Вот это я не знала Оливковая Вот оливковая Оливковая Вот такое маслице Белолио Вот такое маслице Ну и мы увидим Как это все будет Как бы зажариваться То есть мы поджариваем Отваренную заранее картошечку То, что вы видите, друзья Это грибочки Высыпанные из баночки Которые мы принесли С собой? С собой Какие-то еще этапы у нас будут? Ну на все соусы Есть два варианта Либо соус вливать сюда прямо Либо соус вливать на картошечку Ну что ты скажешь? Ну что же, друзья Вот грибочки И украсили наш скромный ужин И мы приступаем к употреблению А соус решили индивидуально Каждому давать Чтобы не в эту тарелочку Как бы порционно На этом мы с вами расстаемся Субтитры сделал DimaTorzok